Вопрос в том, что я родился в Советском Союзе и полжизни своей прожил в Советском Союзе. Для меня это такой личностный эксперимент, такая уникальная возможность сесть на машину времени и отправиться в свое прошлое, сверить его со своим настоящим, убедиться в том, что мы правильно сделали, что выбрали иной путь развития, и что мы глубоко ошибаемся, когда сейчас пытаемся зачем-то вернуться в свое прошлое, от которого еще недавно отказались добровольно. Вообще говоря, было достаточно сложно работать, при том, что у нас была официальная аккредитация МИДа. Мы долго согласовывали и тему фильма, и в общем выбирали тему фильма, исходя из понимания, что могут быть проблемы. То есть мы официально утверждали сценарий и, откровенно говоря, не обманывали. У нас в сценарии написано «История танцевального коллектива Роид де Кассина, их жизнь, их реальная жизнь и занятия танцами». Мы, собственно, исследовали этому сценарию. Другие сценарии мы даже не предлагали, потому что понимали, что их невозможно будет осуществить. Но, тем не менее, каждый день, или по крайней мере, ну да, каждый день, пожалуй, у нас были проблемы, потому что к нам постоянно и к нашим сопровождающим подходили другие люди в штатском и не в штатском, и всегда нужно было, а почему вы снимаете в эту сторону, а почему вы это делаете, а почему вы... То есть это было достаточно сложно. Мне кажется, что будущее всех этих немногочисленных государств, Куба, Северная Корея, мне бы хотелось, чтобы и будущее России было таким... Ну, в общем, мне кажется, можно не отвечать на этот вопрос, это понятно.